Всем привет, ребята! Приветствую вас с пляжей Витязел. Мы находимся на дальних сегодня. Приехали сюда покатать на кайте. Вот он, колорит. Холодное пиво, горячая кукуруза. Даже здесь готовимся к запуску. Олег накачивается. Ребята, тоже ветерок потихонечку раздувает. Я думаю, что должно быть прям очень хорошо. Первая двенашка у нас ушла в море. Надо все увидеть. Поехать получилось. Это уже хорошо. Вес тоже неплохой у парня. Моя двенашка уже на кайте. Еще два кайта. Это у нас на девяточке ушел на директе. И на твинте ходит у нас пятнадцатый кайт. Ему будет легче всего здесь катать сегодня. И, конечно же, я сам тоже хочу поехать быстрее. Поэтому подготовка и первый старт. Первый старт проходит всегда напряженно. Потому что ноги вспоминают, руки вспоминают. И поехали проходить волны. Сегодня в начале они были такие небольшие. И было мало людей. Было вполне себе комфортно заезд осуществлять и выезд от нашего места старта. Тут, видите, ветер чуть подскисает. Я начинаю проваливаться. Ну, как бы второй старт на Махе. И пошли дальше. Уже более уверенно прохожу сквозь волны. Но меня это в этот раз очень порадовало. Ноги ведут себя совершенно по-другому. И первая посадка на отдых прилетела. Вот еще наши ребята заходят в море. Кайты перекачиваются. Ветер усилился. Что вы видите? У нас, по-моему, Олег на директе. Катает мой кайт на парковочке. Сейчас буду запускаться. Чуть-чуть передохнул. Учащение прям вообще космическое. Мне прям в костюме очень жарко. Я не могу не знать, что с этим делать. Но сказали, что обязательно в море, в гидроче. Это дополнительная безопасность. Вид, конечно, вау. И потихонечку продолжает стартовать. Приходятся новые люди. Накачиваются. Это вся, как говорится, наша Тима. В том месте катается постоянно. Вот, 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 вот. Вообще перелет. Сегодня тянет прям очень хорошо. Это у нас катание на десяточке. Какие виды, ребят. Просто смотришь, что вдруг взвораживает. Хайтеры туда уже. Сегодня так хорошо зарезаться. Против ветра. Снимают их, что они творят, как говорится. Вообще, да, виды? Мне сказали, что я их снимаю. Очень нравится. Ну, в принципе, здесь... Почему я хотел этим, мать-ка, заняться? Потому что здесь с одной стороны море, с другой стороны. И такой спорт, как бы, очень интересный, клевый. Сейчас пока у нас трое на воде. Подготовка к запуску уже из парковочного состояния. Здесь все это происходит быстро. Защелкнулись, полетели. Отлично, ветер тянет. И можно, в принципе, стартовать. Приходится заходить поглубже, потому что людей вокруг тебя становится гораздо больше. И это усложняет еще и отъезд. Потому что ветер идет не боковой, а идет именно к берегу больше. Встречаем подписчиков, которые меня узнают в воде. На самом деле, очень приятно, ребят. Спасибо, что здороваетесь. И пытаемся выезжать. Из-за того, что напрягаешься, из-за количества людей, смотришь по сторонам больше, конечно же, это сделать гораздо сложнее. Потому что контроль и плюс надо постоянно крутить головой вокруг. Очень хорошо, что я тренировался в Лимане, где этих людей практически не было. Было гораздо проще. Галл слева, Галл справа. Вы видите, какие вылеты. С волны уже происходят. Сегодня, честно, ветра было маловато, даже на двенашку для моего веса. Поэтому особо сильных прыжков не было. Но один все-таки, вы увидите, чуть дальше. Опять доехал до людей, разворот и поехали в обратную сторону. Волна. То есть я помню, как я сразу же... У меня доску сносилось с ног. Я терялся. Сейчас я уже знаю, как на них заезжать. Даже вот в маловетре. Если бы было бы побольше, я бы вообще пью. И сразу бы проскочил. Это начало не снималось. Именно когда первая каталочка пошла. Потому что я катался очень далеко. В этот раз удалось победить просто страх выезда на дальнее расстояние от берега. И это очень большой опыт. То есть я думаю, что и здесь вы увидите, насколько далеко мы катались. Потому что кадры такие впереди будут. Тут ощущения вот прям от катания сегодня самые великолепные. Потому что такого этого, конечно, приходилось больше работать кайтом, чтобы создавать тягу. Но от этого, не знаю, удовольствием становилось только больше. Потеря составила почти полтора килограмма веса. Я уезжал, весил 107 почти килограмм. Вернулся домой. У меня 104,9. То есть вообще такое хорошее, как бы остановить бы набор. И было вообще классно. Ну, ближайший прогноз далеко. Здесь, кстати, у меня произошел отстрел кайта. И мне пришлось выходить на берег. Потому что поднять я его так и не смог. Побоялся, точнее. Потому что ну вот перекрутится. Но пришел на берег, пересобрали. И можно было ехать дальше. Это у нас наши кайтеры тоже раскатывают. Вот видите, расстояние, на которое уехал. То есть это уже практически темная вода. А с берега вам ее, наверное, глазами особо не видно. Но это очень-очень далеко. И там ветер просто был посильнее. И катать было гораздо более приятно. То есть уже расслаблено. То есть такая более прямая стоечка. И видите, что все кайтеры раскатывают там в одно удовольствие. Скорости набираются. Единственное, что не хватало ветра для хороших прыжков. То есть высота не очень большая. Вот как сейчас видели. Подлетел. Ах! Вот это, да? Прям брызги. Красота. Но все равно счастливы и довольны, потому что быстро поднялся. И погнали дальше. Это вот уже вторая мель. Видите, здесь и на сапах выплывать пытался парень. Помогал там, кстати, доски доставать тем ребятам, кто терял их. Но ощущение и опыт принесла эта каталочка просто колоссальней. Смотрите видео, кстати, до конца. Вы увидите от первого лица то, что я снимал с GoPro. Все кайты посадили. Дарья катает еще в море. Без устали. Сегодня ветер такой стабильный, классный. То есть волна небольшая, но очень сильное донное течение боковое. И очень сильно несет немножечко от берега. Ребята, будьте осторожны. Сейчас сам просто купался, еле вернулся. Хотя на кайте уплываешь такую даль и думаешь, блин, вот такие дела. Теперь давайте резюмировать. Ну, во-первых, с груди не очень красиво получается. Надо пробовать с головы записывать. И второе, у меня в руках разводилось просто крепление. Когда я пытался там такой переходничок, чтобы можно было камеру поворачивать. Ну, просто лопнуло. Хорошо, что это произошло на берегу и не произошло ранее, когда я пытался кататься с этим креплением. В общем, вот такая съемочка. Думаю, здесь, конечно, погружение получается гораздо более, так сказать, полное. Потому что вы видите практически, как будто у меня сидите на поясе и смотрите все то, что происходит с головой. Мне кажется, будет получше. Попробуем потом в следующий раз. Но только я одеваю камеру, и уступаются какие-то проблемы. То есть ветра мало, людей вокруг становится много. И здесь камера не сняла, к сожалению, мой отстрел. То есть она закосячилась и запись отключилась. Было бы очень интересно посмотреть. И да и мне самому, потому что как раз было бы понятно, из-за чего он произошел. То ли я сам заделал, вот видите, вот этот оранжевый спусковой крючок, так сказать, чтобы отстрелить кайт. Стропы теряют натяжение. И он падает, вот это для экстренных ситуаций. Я как бы ни в какую из них попадал, просто ехал, у меня кайт бочит. Вот вы видели в предыдущих кадрах о том, как он валялся. Я его так не смог рестартануть. Пришлось выходить на берег. Но это тоже опыт, этому тоже надо учиться, пробовать. Потому что всякое бывает, всякое происходит. И, как говорится, лучше при таком ветре протренироваться, чем потом уже на экстриме не понимать, что тебе делать. Потому что работа над ошибками проведена колоссально. Виды, конечно, доски прям вообще очень классные. Тут берег рядышком с тобой. Ты летишь, представляете, контролируешь людей вокруг. Как волна на тебя идет. То есть куда тебе доску повернуть, там где затопить. Надо еще при этом парусом этим крутить вверху в небе. Вот просто пока досинхронизируется все в голове, кажется, это так сложно. Потом, когда ты уже катаешь, гораздо все легче. Я ведь катаю с двумя руками. Пока еще у меня вот именно переключение на одну происходит тяжело. Вообще, в дальнейшем должно именно переключиться на одну руку. И будет гораздо легче. Вот видите, девушка объезжал. Приходилось тормозить, чтобы никого не наехать. И мы выбирали, кстати, место, где обычно людей нету. Вот хорошо, что мы не поехали на Северное Сияние. То есть там было бы, наверное, гораздо сложнее в прошлый раз. Там было огромное количество людей. И при вот таком вот ветре отъехать от берега гораздо сложнее. То есть, видишь, пену прохожу вполне себе. Легко уже. От пены просто сложнее отталкиваться. Тебя на ней досит. То есть, ну, сносит ближе к берегу. Ты теряешь вот именно расстояние. И этим пена как бы не особо радует. Развороты обратно. И сейчас уже будет такой более полный выход в само море. Потому что уже отъехал довольно-таки далеко. И получается разогнаться вдоль берега. Вот так вот. Скорость набрана. И мы уходим на просторы морские. В общем, ребят, буду стараться делиться с вами эмоциями. Те, которые получается захватить от моря. Но они, конечно, просто невероятные. Всем спасибо большое сейчас за просмотр. Не забывайте поддержать лайком. Буду очень вам рад и благодарен. С вами был Юрий Азаровский. До нового видеосюжета. Не прощаемся. Мы в YouTube. Всем пока.